Решив расслабиться одним прохладным вечером, захотелось чего-то теплого и солнечного. И мне на глаза попалась давно отложенная до лучших времен Day of the Diver. Что может быть более расслабляющим, чем симулятор дайвера в теплых тропических водах? Ныряешь, рассматриваешь прикольных рыбок, лайтово на них охотишься, милая успокаивающая музычка. Но на деле, с виду простенькая и нетривиальная игра оказалась напичкана контентом и разного вида активностями просто по уши. Начав как простой дайвер, мне пришлось стать бизнесменом, фермером, добытчиком редкости, исследователем, мальчиком на побегушках, коллекционером всякого разного. Удалось засветиться по телеку и даже совершить величайшее открытие. Что ж, я лайтовенько прошел Day of the Diver от начала до конца. И вот как это было. Тут позволю себе небольшое отступление и, во-первых, очень ненавязчиво попрошу тебя поставить лайк и подписаться на канал, если ты этого еще не сделал. Но вообще хочу сказать не об этом. Все мы знаем, какая дичь сейчас творится вокруг нашего любимого ютуба. Повторяться не буду, новости вы все скорее всего видели, читали и так далее. Истинных причин всего этого, я думаю, никто не знает и мы можем лишь строить какие-то теории и предполагать, каков истинный сакральный смысл всего этого действа. Но чтобы не произошло в ближайшем будущем, главное это не потеряться. Поэтому хочу попросить всех вас, сидящих по ту сторону монитора, подписаться на мой телеграм-канал. Если вдруг что случится, что-то непредвиденное, мы там сможем быстро найтись, сконнектиться и не потеряться. Ссылка на телеграм-канал и также на другие мои социальные сети, естественно, будут в описании. А я, с вашего позволения, начну свой рассказ. Началось все с того, что наш главный герой жарился на солнышке на берегу океана. А он немного более сочный, чем я ожидал. И в момент, когда местная членистоногая готовилась превратить его из баритона в сопрано, звонит телефон. Его старый друг по имени Кобра напоминает о его дайверском прошлом и, видимо, приглашает пожрать. Главный герой без раздумий соглашается, ведь после слов о еде он, кажется, вообще уже ничего не слышал. Прыгнул в самолет и вот мы здесь. Это место называется Синяя Бездна. Оно появилось вообще совсем недавно вследствие сильного землетрясения. В ней обитают рыбы и подводные существа со всего света. А структура бездны, ее рельеф и экология меняются каждый день. И вот Кобра почуял запах бабосов. После по-быстрому пройденного обучения и оживления своих навыков дайвинга и ловли рыбы, Кобра выложил мне все карты. Так как тут есть рыба со всего света, то он, заручившись помощью своего старого друга-шеф-повара, задумал открыть тут суши-бар. И разбогатеть, разумеется. А вот и бар. А это Банчо, наш повар-сушист. Впервые вижу чернокожего повара-сушиста. У нас суши обычно крутят буряты, ну или якуты. Так он еще к тому же и философ, считающий суши не просто едой, а единением души морской и земной. Он любит экспериментировать со всей палитрой вкусов, которую предлагает природа, и его цель – показать эту палитру всему миру. Его философскую речь прерывает землетрясение, которое превращает еще не открытый бар в подобие руин. Незадача. Денег на еще один ремонт у Кобры нет, и придется открываться как есть. Тем более, что тут говорят, что в ресторане главная еда, а не интерьер. Судя по такой логике, суши-бар можно было на теплотрассе открывать, интерьер же побоку. Но меня отправляют снова в море. Нужна еще рыба. Целых семь. А еще сказали, что бар будет работать только вечером, ибо днем я должен добывать самые лучшие ингредиенты. И пофигу, что продаж будет меньше. Мамкины бизнесмены, блин, с кем я связался? Разные проблемы в последнее время сыплются на нас, как из рога изобилия. Пополнить Steam, к тому же, проблематично, кучу игр вообще купить нельзя. Но конкретно эти проблемы решает сервис Купикот. Во-первых, здесь самая низкая комиссия за пополнение Steam на рынке. Вы точно не переплатите. Пополнение Steam аккаунта производится всего лишь в пару действий. Указываете свой логин от Steam, причем именно логин, а не никнейм, это важно. Вводите мой промокод, который снижает и без того низкую комиссию еще на 2% и нажимаете оплатить. Профит. К слову, в Купикот можно пополнять не только российские аккаунты, но и аккаунты из других регионов. Во-вторых, в Купикот можно легко покупать игры гифтом по очень вкусным ценам. В том числе и те, которые недоступны в нашей стране. Они находятся в разделе «Недоступны в РФ». Переходите по ссылке в описании и покупайте игры без головной боли на Купикот. Вот вам еще раз мой промокод. На минус 2% на комиссию при пополнении Steam'а и минус 10% на покупку гифтом игр, недоступных в РФ. Приятных покупок! И вот теперь меня выпустили в свободное плавание по синей бездне. Я мог быть свободным настолько, насколько позволял объем кислородного баллона, который мог вместить 90 единиц. Сначала я было подумал, что это типа в секундах, но нет, расходовался он куда медленней. Если не ускоряться, конечно. Я по-быстрому наловил полные карманы рыбы, которые вмещали 9 килограмм. Но так как ноша стала моя больше положенного, тащился я как черепаха. Все по канонам. А у самой поверхности меня настигло предупреждение о малом запасе воздуха. Наглядно и информативно, не то что в сабнафтике, да? А вынырнул я, кстати, уже почти ночью. Получив небольшой отчет о рыбалке, мне пояснили, что нырять можно только два раза в день. Утром и днем. А вечером у нас дела в сушибаре. И мы отправились в ресторан готовиться к первому открытию. И вот по прибытии в ресторан, вновь внезапно, выясняется, что я не только дайвер. Началось. Теперь мне придется еще и рестораном управлять. Так как Кобра сказал Банчо, что я буду помогать ему во всем. От поставок ингредиентов до сервиса. Ну а если быть точнее, я и поставщик, и официант, и менеджер. Но выбора у меня, видимо, нет. Любишь поесть сушей, люби и обеспечить ресторан всем необходимым. Банчо провел краткий ликбез по управлению рестораном, рассказал об ингредиентах и блюдах, как формировать меню и все остальное. Я забил меню под завязку всем, что наловил, и вроде пора открываться. Но Кобра, сука, захотел чаю. А кто его будет наливать? Разумеется, я. Ну ладно, научили меня разливать чай. Он дает баф на клиента, и он оставляет чуть больше чаевых. И пожрать ему еще подай. Но, таким образом, меня учили быть официантом. Всегда мечтал. Однако, я не донес. Кобра ушлепал куда-то с телефоном. И вот тут мне рассказали, что блюда, которые не успели донести, придется выкинуть. Дэйв пытался возразить, но включился философ, заявив, что это не по понятиям, и мы не подаем одни и те же харчи дважды. Даже съесть не дал самостоятельно. Расточительство. Но вот, наконец-то, первое открытие и первые клиенты. Принцип работы кафе похож на старые игрушки-симуляторы кафе. Бегаешь туда-сюда, носишь тарелочки, успевая обслужить максимум клиентов. В принципе, было не особо сложно. Моя задача наливать чай желающим, приносить еду, убирать тарелки, если они остаются. И в конце рабочего дня мне сказали, что я еще должен натирать вассави, иначе повар не сможет готовить. Однако, что я буду делать, когда клиентов станет больше? Я же просто не буду успевать все это делать. Но мне так никто не ответил, и так закончился первый рабочий вечер. После рабочего дня за кружечкой пива мы с банчо выпили за открытие ресторана, а я выслушал претензию, что не очень-то ловко справлялся сегодня и надо бы стараться лучше. Хотел его было в задницу послать, но игра, к сожалению, таких возможностей не предоставляет. А ночью нам показывают какую-то лодку, которая мчится на всех парах куда-то вправо, натыкается на мусор в море и, видимо, отправляется исследовать морские глубины. Вместе с мужиком в кабине. Интрига. Утро второго дня начинается не с кофе, а со звонка какой-то хамоватой девки, которая врывается с ноги и требует принести ей на изучение образцы местной фауны. Причем она делает это так настойчиво и уверенно, как будто Дэйв ей алименты задолжал и пришло время отрабатывать. Даже не поздоровалась. Но это способ показать еще один кусочек игрового контента. Смартфон, который подождет, потому что нырять важнее. И со вчерашнего дня рельеф действительно изменился. В этот раз я заплыл немного поглубже, посмотрел других рыбов. Еще нашел вот такой вот желтый ящик. Из них выпадают всякие полезности, которые можно было использовать под водой. Оружие ближнего боя, например, катана, которая мне сейчас выпала. Есть еще такие же ящики с дальнобойным оружием, но покажу их потом. А еще некоторых рыбов пришлось тянуть, так сказать, руками. Грубо говоря, это были рыбы, у которых хп чуть больше, чем урон моего гарпуна. И вот эта вот мини-игра на гарпуне, она разная в зависимости от того, какой наконечник установлен на гарпуне. А, ну вот, кстати, и об оружии. После очередного моего погружения, Кобра, чтобы мне было безопаснее под водой, предложил брать с собой огнестрел. Но так как у нас его нет, он подключил к делу знакомого любителя оружия. Толстый любитель анимешных тяночек по имени Дав. Проблема в том, что любое снаряжение, найденное под водой, ломается на поверхности. И я не смогу его использовать дважды. Дав предположил, что если сделать оружие из материалов, найденных в бездне, то они не будут разрушаться. И так как его любимое аниме уже закончилось, сказал, что порешает это дело и попросил принести ему пару деталей со дна. Найти их не было большой проблемой. На дне много всякого хлама, типа вот этих вот запчастей для оружия, кусков древесины, веревок и различного стекла. Но попутно ловится рыба, которая нам нужна, а значит нырять это основная механика игры. На этом держится вообще все. В этот раз я уже видел пару больших рыбов, которых мой горбон не берет вообще. Нашел большие бочки, в которых был очень большой запас кислорода. А также напоролся на агрессивных рыб. А еще я видел настоящую акулу. Твою мать акула. Толстенький Скуф продолжал ехидничать по поводу веса Дэйва. Видимо себя в зеркало не видел. Но детали я ему принес. По его просьбе качаю на смартфон приложение DAF Weapon Shop. Процесс изготовления пушек DAFом это отдельный вид искусства, поэтому я оставлю его без комментариев. А вот и сундуки с оружием, да. Они теперь будут появляться под водой и в них будут разные пушки. Подбирая и используя которые, я буду собирать чертежи, чтобы впоследствии иметь возможность собрать их самостоятельно. Блин, опять она. Деваха забрала свои водоросли в такой же хамской манере, как и просила их достать, но одарила небольшим количеством денег и ингредиентами. Накопленных денег теперь хватает на ремонт бара после землетрясения, чему Кобра был несказанно счастлив. Ну а в ресторане у меня появилась возможность улучшать блюда, чтобы они стали вкуснее. Улучшение блюд тоже дело особенное. Улучшив еще пару блюд, я провел еще один утомительный вечер. Работая официантом-разносчиком-уборщиком, заработав еще немного грошей. Утром третьего дня к нашей лодке подкатил некий тип. Ученый, доктор Бейкон. Он начал рассказывать, что изучает цивилизацию русолидов, о которой ходит очень много легенд. Говорят, они давным-давно жили где-то в этом районе. Ну, жили под водой, разумеется. Но сгинули, когда морское дно внезапно изменилось. И все считают его придурком за то, что он верит в эти сказки, но совсем недавно неподалеку было найдено доказательство их существования. Ииии, казалось бы, при чем тут Дэйв? Но помощник профессора слил все бабки на крипте и в данный момент недоступен. А мы тут как раз типа ныряем и могли бы ему помочь. Не бесплатно, разумеется. Профессор будет нам улучшать оборудование и сейчас бесплатно прокачает костюм, чтобы я мог погружаться глубже, так как артефакт, который нужно исследовать, находится на глубине около 70 метров. Профессор пожелал удачи и укатил. А я, улучшив до кучи еще ящик для рыбы, чтобы он стал побольше, нырнул обратно в синюю бездну. Почти сразу нашел первый обещанный оружейный ящик, из которого выпал ядовитый наконечник для гортуна. Я думал, будет только дальнобой, а тут еще и наконечники, которых по итогу оказалось всего 7 штук. Каждый со своими особенностями и эффектами, и особенностями выуживания рыбы, о которых я говорил ранее. У ядовитого вот надо сосочек на геймпаде крутить. Погружение ниже 40 метров было интересным. Новые виды на заднем фоне, растительность. Новые рыбы, которых я не могу вытащить даже после трех выстрелов гарпуном, несмотря на их совсем небольшой размер. Начали появляться другие агрессивные рыбы, как вот эта вот большая желтая рыбина. И вот эти вот снова полосатые поменьше. Бесили потом всю игру. А вон там кастрюля лежала красная. Из нее выпадают специи и ингредиенты, которые можно позже использовать в блюдах. Перегруз, как видите, очень сильно снижает скорость, что я даже на ускорении кое-как уплываю от агрессоров. Поэтому надо возвращаться. Пока я был под водой, кобра закончил с ремонтом. Привели все в порядок. Надеюсь, землетрясений больше не будет. И теперь я, как менеджер сего бара, могу менять интерьер. А еще для рекламы Дэйв предложил завести аккаунт в специальной социальной сети Кукста, где молодежь фоткает и выкладывает еду. И где кобра и банчо сразу же сделали несколько постов, чтобы хоть кто-то узнал о нашем суши-баре. В приложении есть рейтинг ресторана, улучшение которого дает расширение меню и главное увеличение потока клиентов. Я порылся в интерьере и разместил все, что там можно было разместить бесплатно. Сделал белую стойку, повесил пару украшений. В общем, сделал ресторан более свежим. В моем понимании. А еще у нас тут живет котик. Его зовут Момо. Во время очередного погружения меня у поверхности встретил дельфин. И этот дельфин явно звал меня с собой. Ну и естественно я за ним поплыл. Оказалось, что его подружка попала в сеть. Куда тут взялась сеть? Ну пофиг. Режу сеть ножом и она свободна. Поблагодарив меня, они радостно и уплыли вдвоем. Милота. Ну и плюсик в карму. Найдя ядовитый наконечник, я решил наловить новых рыбов. И получилось. Наконечники усиливают гарпун, что дает возможность таскать рыбу побольше. Здесь в синей бездне много разных, скажем, биомов. И вот я спустился ниже 50 метров, но уже в другом скальном стакане и встретил кальмаров, которые весело плевались в меня чернилами, когда я пытался их поймать. А еще наткнулся на забавную пещерку с сильными течениями, которые мотали меня по кругу туда-сюда и в итоге посадили жопой на шипы. Дважды. Нужно быть осторожней. Кислорода была уже половина, перевес опять огромный, и я решил подняться на поверхность новым способом. Спасательная капсула. Очень удобная штука. Поднявшись на поверхность, Дэйв немного взгрустнул. Снова вечер, он еле двигается, а еще нужно в ресторан, ведь банчо там совсем один. Становится трудно управляться вдвоем, ведь кобра у нас как аппендикс. В этот вечер в баре нас ждал сюрприз. Незадолго до открытия за стойку села некая дама по имени Мисс Йоши. И оказалось, что это старая знакомая банчо. До нее дошли слухи, что заведение с его именем набирает популярность в Пукста. И она решила заглянуть. Валебные отзывы о блюдах и мужественном, и молчаливом шеф-поваре. А про меня что-то есть? Спросил с воодушевлением Дэйв, но нет, ничего. В общем, ситуация тут такая. Они когда-то работали вместе. Она управляющий в отеле, а он шеф-поваром. И в один день банчо подал особому клиенту свое особое шедевральное, как он считал, блюдо. Жареную акулью голову. Но все пошло не по плану, и из-за внешнего вида блюда его даже никто не стал пробовать. Скандал, все дела. И банчо закончил свою карьеру в этом отеле. И вот Мисс Йоши снова кинула ему претензии, что, мол, он совсем не меняется. И теперь решила сама оценить его блюдо. И вот банчо просит меня поймать рифовую акулу. Будет непросто. И это еще одна часть большой мозаики механик Дэйв Зе Дайвер. Вип-гости, для которых нужно создавать особые блюда. Изучив новое блюдо, жареную акулью голову, а это снова было по-особенному, я закончил свою каторгу в ресторане, и отправился спать, ибо завтра мне предстояло поймать акулу. С утра перед боем с акулой пролистал ленту кукста и лайкнул все посты новых подписчиков. Не знаю, есть ли в этом какой-то смысл, но я делал это до самого конца. Суши неплохие, а официант какой-то стрёмный. В следующий раз двину ей стулом и сброшу в бездну, я отвечаю. Также улучшил баллон с кислородом, так как к этому времени я уже понял, что кислород это мое хп под водой. Чем его больше, тем дольше я продержусь. Как и сказал мне Банчо, акула была в правой части синей бездны. Так как у меня был с собой огнестрел, я начал обстреливать акулу с относительно безопасного расстояния, пытаясь уворачиваться от ее рывков, но при очередном выстреле не рассчитал дальность и получил дамаг. Я пропустил рывок и профакапил КУТЕ, так как редко играю с геймпада и акула зажала меня в углу. При падении кислорода в ноль наш главный герой не умирает. Его якобы спасает Кобра, но при этом теряется все, что набрано в карманы. Я могу поднять на поверхность лишь какой-то один предмет. Сдаваться я, разумеется, не собирался, но только я собрался нырнуть снова, подрулил какой-то перец на катамаранчике. Если коротко, есть приложение, где дают карточки за каждую пойманную в бездне рыбу. Ну, типа коллекционировать. Есть очень крутые, редкие карточки, но там спойлеры, поэтому я их вам не покажу. Ага. В этот раз я выбрал ту же тактику и старался не приближаться близко к акуле. И по факту, убить ее оказалось легче легкого. Мне просто в прошлый раз сильно не повезло. Все полезные части акулы были отпилены, включая голову, за которой я и приплыл. Я наловил еще немного рыбов, а в оружейном ящике нашел сеткомет, ценность которого я сначала вообще не вкурил. Забил битой барракуду и собирался было возвращаться, как мое внимание привлекла говорящая восклицательными знаками статуэтка рыбы. Это как раз и было то, что искал Док. Но как только я ее взял... Видимо, это тот самый Кракен, который утопил кораблик позапрошлой ночью. Но главное, он просто посмотрел мне в душу и не сожрал. Ну и отлично, пора возвращаться. Будем подчивать вип-гостя, жареная кули головой. На поверхности профессор был несказанно рад находке и сказал, что мы обязательно продолжим совместные поиски руселидов. Дэйв не сказать, что был особо воодушевлен, а вот Кобра был за любой кипиш, который мог прямо или косвенно повлиять на прибыль бара. Я до самого закрытия не мог понять, почему не готовится голова акулы для Йоши. Пока до меня не дошло, что ее же нужно блин в меню добавить. С одной головы получается 5 порций. 4 придется выкинуть из-за моей тупости, но ладно. Я успел буквально за пару секунд до закрытия бара и вот момент истины. Снова весьма необычно и неожиданно. Видимо тут всегда так. Восторг, любовь и рукоплескание. В общем, как оказалось, Йоши тут не просто так. Она пришла помочь. Зная, какой банчо упертый и привыкший делать все сам, она пришла помочь нам с персоналом. Ура! Теперь не придется работать официантом, подумал я. Но теперь придется этим персоналом управлять. Йоши быстро провела ликбез, как управлять персоналом, и мы запустили вакансии на листовках. Теперь нужно подождать сутки, чтобы пришли потенциальные работники. На следующее утро счастливый профессор рассказал, что проанализировав артефакт, он создал радар, который может отслеживать такие же материалы, ведь у него уникальная длина волн. Это поможет нам в следующей экспедиции. Как выяснилось, засранец кобра уже с ним чуть ли не договор заключил и сдал Дэйва ему в аренду. Улучшив ящики гарпун, я снова отправился в глубину. И снова дельфин просит о помощи. Розовую поймали в сеть. Еще и стреляют в меня, пока я ее режу. Совсем уже оборзели. Но я успел, и они снова рады, что свободны. Уплыли, оставив мне огромный слиток золота. Где они его хранили, интересно. С улучшенным гарпуном ловить рыбу стало намного проще. Я мог легче вылавливать более крупных и интересных, и, что самое важное, более вкусных и дорогих рыбов. Спустившись до глубины 80 метров, которая у меня уже подсветилась как критичная, радар показывал еще 20 метров до цели. Поэтому спускаться глубже я не рискнул. Придется подкопить бабосов на улучшение костюма. К вечеру перед открытием ресторана нашелся один желающий стать сотрудником. Девочка по имени Кеко. Кеко я назначил официантом, чтобы мне было поменьше беготни. Действительно, с Кеко стало намного проще. Она точно так же таскала блюда клиентам, но, что важно, она была быстрее меня. А я мог сосредоточиться на разливании чая, уборке тарелок, натирании васаби, менеджменте меню и всем остальном. Беготни стало чуть меньше, а прибыли больше, так как больше клиентов успеваем обслужить. Убив акулу, я снова спустился к месту, к которому меня ведет маркер. И преследуемый страшной рыбой-пилой, я обнаружил, что это какой-то проход, заваленный камнями. Его нужно разобрать, а взрывчатки у нас нет. Придется снова всплывать наверх. Но тут у Дейва начались какие-то звуковые галлюцинации, как будто кто-то разговаривает на непонятном языке. Кобра, разумеется, предложил рвануть там все бомбой. Но он ждет посылку с каким-то дроном, а она все не идет. Скорее всего, она затонула вместе с тем корабликом. А эта мерзкая рыженькая деваха за очередные принесенные для нее плюшки рассказала о еще одном приложении. Короче, в этом приложении можно помогать экологической организации в обмен на разные мелкие плюшки весьма сомнительной полезности. Этот вечер в баре был особенный. В конце рабочего дня мы набрали достаточное количество подписчиков на аккаунте в Кукста и утром пришли ревизоры, чтобы оценить наш бар и решить, достойен ли он улучшения рейтинга. И мы были достойны. Новый рейтинг, больше блюд в меню, возможность нанять еще одного официанта, новые рецепты и другие плюшки. А также обещанный больший поток клиентов в ресторанах. Все немного застопорилось из-за того, что не было денег на апгрейд костюма, чтобы спуститься ниже. Посылки, которые мне нужно было найти, были тоже где-то глубже, поэтому я потратил где-то полтора дня, чтобы набрать денег на улучшение снаряжения. За это время, кроме кучи других, я поймал пару-тройку вот этих вот толстенных зеленых рыб. Каждую нужно было бахнуть гортуном раз десять. Это рыба-попугай, и, к слову, довольно долгое время суши из нее были самыми вкусными и одними из самых дорогих из всех в нашем баре. Место, о котором говорил Кобра, это та пещера с течениями, где меня жопой на шипы посадило пару дней назад. В ней я нашел кусочки посылки, которые были нужны для дрона. Еще мы наняли второго работника по имени Лю. Он отправился работать на кухню, чтобы блюда готовились более оперативно. Клиентов реально стало больше. Больше половины мест за стойкой всегда были заняты. И действительно, готовка шла быстрее, а не делая по два блюда одновременно, что позволило нам заработать рекордные 895 денег за вечер. Профессор привез подводную камеру, которую дал мне, чтобы я взял ее с собой. Так он сможет все там видеть. Кобра дал бомбы, которые помогут вскрыть проход и торжественно сообщил, что открывает свой магазин, в который можно как продать все, что я нахожу под водой, так и купить некоторые весьма полезные штуки. Но я ныряю без всего этого и плыву взрывать. Теперь я могу нырять ниже 100 метров. И разумеется, я решаю посмотреть, что же там на глубине. По пути встречаю новый для себя биом и звездковая пещера. Она иногда тут спавнится по пути к глубине. Из полезного тут особый вид водорослей, каулерпа, который растет только тут. Ну и медузки вот такие вот прикольные. Снова поднял из ящика ситкомет и только сейчас понял, насколько это полезное оружие. Оно позволяет ловить рыбу неповрежденной. Только наверху это качество пойманной рыбы. И чем этих звездочек больше, тем больше кусков можно получить с каждой пойманной рыбы, а соответственно больше блюд можно будет приготовить. Я снова забил карманы до отвала, а на последнее забил желтоперого карнакса, сыграв в новую для себя мини-игру из стеребонька не мстика. С полными под завязку карманами я кое-как доплыл до груды камней, которые успешно подорвал. Но только я собирался войти в открывшийся проход, как за жопу меня кусает какой-то черт подводный. И я в панике ретируюсь наверх. Однако отдышавшись немножко, я наказал этого наглого черта подводного и заплыл в открытый проход, попав в архив русалидов, в котором на стене была огромная фреска с изображением здоровенного мускулистого хвостатого мужика. Профессор, разумеется, офигевает и просит осмотреть тут все и сфоткать ему мужика. Повесит себе, наверное, на стену над кроватью. Попутно научили пользоваться камерой, чтобы фоткать всякое. А забрав из архива артефакт, снова вкусил звуковых галлюцинаций. Док на поверхности забрал артефакт на изучение и свалил. А я вроде бы собрался отправляться в ресторан, как подкатили какие-то типы. Морская синева. Это какая-то мутная организация экозащитников, а не клуб анонимных алкоголиков, как могло показаться. Лидер их, Джон Уотсон, долго орал на меня в мегафон, типа он взрыв под водой слышал и все такое. Мы, конечно, не признались, что это были мы, но нам пригрозили, что если мы будем тут разрушать природу, то придется иметь дело с ним, Джоном Уотсоном. Вот. Мерзкие типы, по словам Кобры. Я уже выдохнул, готовясь провести очередной вечер в ресторане, но нет, нифига. Игра продолжает закидывать контентом. В ресторан пришел очередной VIP, Винсент по прозвищу Гурман. И пришел он не один, а с ведущей какого-то телешоу Звездная Кухня. И сегодня они приперлись к нам, так как наш ресторан в последнее время громко заявил о себе в Кукста. Это приложение, то если кто забыл. И вот сей Винсент, видимо, мега-кулинарный критик, еще и, видимо, с забавным акцентом и привычкой вставлять иностранные словечки в свой лексикон. Начал вещать, что суши это очень простое блюдо, там только рис, соус и рыба. Еще и интерьер обосрал. В общем, выпендрешь чистой воды. Understand? Винсент не стал заказывать какое-то конкретное блюдо, а сказал удиви меня. Банчо, конечно, все это не понравилось. Он попросил два дня и он приготовит блюдо, которое потрясет Винсента до глубины души. А меня Банчо попросил добыть немного каулерпы и пятнистую медузу. Но и то, и другое у меня уже было. Дальше снова экшон. Нам дают прямое визуальное подтверждение, что русолиды реально существуют. Вон, двое базарят в архиве, в котором я недавно был. А нет, уже один. Телку стырил кракен. Утром профессор привез обратно артефакт, который оказался браслетом русолидов. И он предложил его надеть, проверить, вдруг он проклят. А еще он сказал, что обнаружил очень мощный сигнал с глубины. Но, чтобы погружаться в глубину, нужен фонарь, который нужно спросить у Даффа. А Дафф мне сказал, что, конечно, у него такой есть, но он мне его не отдаст, потому что ему посылку не привезли. Казалось бы, где связь, но она, видимо, есть. Он заказал лимитированную фигурку Раэстян. И посылки давно нет. Хотя уже должна быть. Похоже, что она была в том же корабле, что и Дрон Кобры. Что ж, будем искать. Под водой меня вновь встретили дельфины, но теперь в окружении вооруженных мужчин сомнительной внешности. Пираты на этот раз решили поймать их руками, но я опять им помешал. Хотел было отправить всех троих к праотцам, но, похоже, просто вызвал у них отдышку. Гуманоиды в этой игре не умирают по-настоящему, умирают только рыбы. Но дельфины вновь свободны и наградили меня каким-то ржавым ожерельем. Но все равно приятно. Занаднув достаточно глубоко, а костюм теперь допускает погружение до 120 метров, я нашел место, где лежали обломки корабля. Правда, ни в кадр не попали, но они и там, внизу, метров на 20 ниже. Вернувшись, Дав дал мне лазерный резак, чтобы я мог разрезать корпус и проникнуть внутрь. А ржавое ожерелье дельфинов после чистки оказалось прикольным. На 30% увеличило скорость плавания на ускорении. Теперь нужно было плыть обратно к кораблю и залезть внутрь, но я уж очень увлекся рыбалкой. Задавил пару барракут, пару кальмаров по дороге, десятка-два разные рыбешки, медузы. Снова акулу забодал, забив ее клюшкой для гольфа. Стало интереснее, когда снаряжение стало получше. В глубине очень много новых видов рыб и других существ. Я, конечно же, не гнался за статистикой, но хотелось же выловить каждую рыбку хотя бы один раз. Ну, чисто для себя. В общем, забился я опять под завязку, а это, к слову, уже более 50 килограмм разной добычи. Пришлось возвращаться, отложив резку корабля на потом, ведь пора было открывать ресторан. А это, кстати, Каролина, новая официантка. Акеку была для теста отправлена в секретную миссию добыть немного ингредиентов, которые будут нам нужны. Утром 11 дня мне напомнили, что сегодня запланирован приход випа и все необходимые ингредиенты должны быть добыты к вечеру. Но у меня уже было все подготовлено заранее, поэтому я не особо волновался по этому поводу. Пролайкал все посты... Зачем я это делаю? Улучшив ящики баллон, я отправился в глубину, где меня ждал корпус затонувшего корабля, который я резал в процессе очередной мини-игры. Под одобрительное восклицание дафа совсем больной, я получаю пугающую надпись, что впереди ждет жопа немалых размеров и решаю поплавать еще рядом, дабы вооружиться чем-нибудь потяжелее. В этот раз обломки корабля уже в другом месте. Местность при каждом погружении меняется, помним, да? Здесь оказалось намного просторнее, чем я думал и вдалеке слышится, ну уж очень нездоровый звук, напоминающий храп. Вооружившись найденной здесь же винтовкой и пополнив запас кислорода, я отправился посмотреть, кто там так вкусно блин спит. И это, разумеется, тот самый Кракен. Дрыхнет в обнимку с посылкой дафа. Было решено тихонько подплыть и слямзить эту посылку, ну он же типа спит, сказал толстяк в наушниках. Но только я подплыл чуть ближе, эта тварь проснулась, ну разумеется, по-другому же и быть не могло. Однако бился он со мной, так сказать, не вставая с дивана. Клевался в меня чернилами и пытался насадить на щупальца. Я быстро смекнул, что стрелять нужно в глаз, напулял ему и он отдал концы. Свободной теперь оказалась не только посылка для толстенького скуфа, но и тяночка русолит, которую быстро утащил ее дружок, испугавшись моего присутствия. Отрезав от Кракена на память шмат щупальца, я забрал посылку и вернулся в лот. Радости толстячка не было предела. Ну да, действительно хороша. Болтал что-то там про свою тян, но пофиг. Главное, фонарь теперь мой и я могу погружаться еще глубже. Я тут же набрал Банчо, чтобы спросить, что делать с щупальцем кальмара. Банчо заявил, что оно, конечно, съедобное, но его крайне трудно будет приготовить и мы вряд ли можем предложить его посетителям. Однако, предложил на вечер закрыть бар и устроить вечеринку с кальмаром, ведь у него было столько дел и он даже не успел угостить Дэйва нормальной едой, хотя он столько для них сделал. Вот оно, признание, наконец-то. Небольшая вечеринка, разговоры о своем, еда. Йоши сказала, что Дэйва начали упоминать в отзывах на Кукста и что он молодец и все такое. А бар, как обычно, о деньгах он не меняется. Профессор, разумеется, охренел от новостей, что я видел настоящих русолидов и предполагает, что где-то в глубине есть их поселение, ведь там сигнал сильнее всего. А Банчо, на этот раз удивительно дружелюбный, сказал, что рад, что я помогаю ему посвятить себя делу его жизни. Так, за кружечкой пива и вкуснейшим гигантским кальмаром друзья провели этот уютный вечер. Но, как оказалось, за ними кое-кто следит. Утром снова прибыл док, наблевал за борт и уплыл. О, каш. Я уже был готов нырнуть, но перед погружением на почту пришло письмо, в котором говорилось о предстоящей тематической тусовке вечеринке медуз, которая пройдет через три дня. На остров приедет много любителей медуз и, как ни парадоксально, они обожают блюда из медуз. И это возможность заработать много денег, так как такие блюда во время вечеринки шикарно продаются. Нужно подготовиться и наловить их как можно больше. Я вновь улучшил костюм, дабы иметь возможность погрузиться в глубины и нырнул. И, разумеется, меня там уже ждали. Джон Уотсон. Кто бы мог подумать, правда? Предъявив мне за то, что я загрязняю океан, хотя это был профессор, и пообещав превратить меня в корм для рыб, расхерачил из гранатомета стайку рыб. Но виноват в этом снова я, да? Короче, мы поняли. Он больной дегенерат, поэтому я взял с одной винтовку и наказал его за плохое поведение. Но он типа не проиграл. Он намекнул мне, что с ним, Джоном Уотсоном, бывшим морским котиком, связываться не стоит. Пульнул из гранатомета в дно, открыв проход и смылся. Ну а я выдохнул и спокойно поплыл по делам в эту новую дыру. Но пока решил не спускаться в глубину и наловить еще побольше рыбы для ресторана. Я насобирал ингредиентов и водорослей. Четко увернулся от пилоноса и пустил его на суши и набрал пару-тройку медуз для предстоящей вечеринки. Сегодня вечером должен прийти ВИП. Как я уже говорил, у меня все было готово и мне не терпелось посмотреть, что же будет. Однако, как только я появился на поверхности, мне звонит Банчо. Говорит, пришел какой-то шумный, странный тип и надо бы с ним разобраться. Но в первую очередь, разумеется, меня там ждало кулинарное шоу и ВИП-гость Винсент Ямаоко АК Лисентуми, который был весьма удивлен блюдом, которое выбрал Банчо, посчитав, что он решил удивить Винсента, пойдя вразрез с традициями. Ноу-вей. Однако, Банчо легко парировал его выпад, назвав его никчемным гурманом, если тот оценивает блюдо, даже его не попробовав. Винсент это задело, но он согласился попробовать. Банчо сделал все в своем стиле и я подал блюдо этому гурману. Он не оценил, что медуза просто на рисе, ванговал, что это полная хрень, но все-таки решился попробовать ради передачи. Но и тут все как с мисс Йоши. Искра, вспышка, буря эмоций и обделанные штаны. Это невероятно, говорил Винс. Это море. Я чувствую вкус моря, в котором колышутся водоросли. Винсент дал свою оценку в 80 из 100. Несмотря на то, что суши были великолепны, ему не хватило дополнительных плюшек, а у нас подают только зеленый чай. Если бы, как он сказал, у него была возможность запить наши вкуснейшие суши пивашкой, он бы поставил 100 баллов, ну и задарил нам холодильник для пива. Теперь еще и пиво будем продавать. Подарочные бабосы я пустил на обучение персонала. Все-таки персонал это основа любого бизнеса. Но, теперь дошли руки до того шумного клиента. Отто. Бывший дайвер, который выбрался из дебри острова, чтобы пообщаться с людьми. И он хотел бы отведать блюда из детства. Карри с муреной. Однако, мурены это ночные животные, днем их просто не найти. А поэтому с сегодняшнего дня можно нырять и ночью. За ныряние ночью придется пожертвовать одной третью рабочего времени ресторана, но зато есть возможность найти новые виды рыб, которых днем не найти. Перед самым открытием я заметил, что у нас достаточно рейтинга, чтобы повысить уровень ресторанов еще раз. Эксперты вновь ходили, вынюхивали что-то, искали призраков и реанимировали рыбу. И в итоге новый уровень был одобрен. Мы получили золотой уровень, новые рецепты, ну и прочие плюшки. А главное, еще больше клиентов. На радостях банчо изобрел новое блюдо. И действительно, после открытия народу навалило полный ресторан. Мы вдвоем еле успевали. Девчонки хоть и были быстрее меня, но тоже иногда не поспевали. А я только и делал, что убирал со столов. Странно, что официанты сами этого не делают, но позже я выяснил, как решить эту проблему. За вечер мы заработали рекордные почти 2 400 чистой прибыли за вычетом расходов и зарплаты работников. Я решил заодно заглянуть в ресторан днем, посмотреть, что там вообще днем делается. Пару дней назад под водой нашел кошачий корм внезапно и думал, зачем он. Но разумеется, отдал его Момо, пусть перекусит. В целом, днем в ресторане все пинают, ну, известно что. Лучше бы работали потихоньку, потихоньку бы зарабатывали бабосы. Было бы интересно, если бы ресторанам надо было управлять постоянно, а не только по вечерам. Пришлось бы серьезно все планировать и продумывать, а не решать мелкие задачи, типа замены одного блюда на другое, когда закончились ингредиенты в рамках одного вечера. На этот раз я решил спускаться вниз в глубины синей бездны, переход в которую находился примерно на глубине 130 метров. Солнечный свет сюда практически не добирается и при попадании в нее автоматически включается налобный фонарь, который задарил мне дав. Здесь темно, практически нет растительности, а та, что есть, представляет собой странные формы кораллы и очень редкие водоросли. Агрессивной фауны тут больше, вот какая-то тварь выпрыгивая из грунта пыталась меня сожрать. А вот тут я нашел здоровенный кристалл аметиста. Забрать бы его весь, но с таких залежей можно забрать только по три кусочка. Жаль, думал разбогатею. Через заросли трубчатых червей, светя на них ультрафиолетовым фонариком, я спустился еще ниже. На глубине 190 метров я встретил здоровенную рыбину, с которой пока я решил не иметь ничего общего, а также гигантского глубоководного краба. Спустившись еще глубже, я нашел каких-то красных медуз, которые взрывались, пока меня преследовали, и большую, красивую носатую рыбу, напасть на которую я тоже пока не решился. Однако моя цель осталась где-то выше, и я никак не мог найти к ней проход. Я уже решил возвращаться на поверхность, когда на глубине 160 метров заметил еще один проход вниз, также закрытый глубоководными трубчатыми червями, и пройдя через них, я обнаруживаю там маленькую комнату, в которой нахожу ту самую парочку русолидов. Один, который живой, а вторая, которая нет. Парень очень пугается, когда меня видит и начинает что-то нечленораздельно орать, метаясь в панике. Очень интересно, но нихрена не понятно. Тут же набираю доку, а тот в шоке от увиденного. Ну, я, видимо, по телеге с камерой звонил. Собравшись с мыслями, говорит, что может попробовать расшифровать речь с помощью фрески, которую мы фоткали раньше. Надо подниматься. Док, разумеется, уже здесь и все еще в шоках от того, что русолиды реально существуют. Для переводчика доктору нужен будет микрофон, аметист и табличка с письменами русолидов. А доставать это все, конечно же, мне. Только я собрался занырнуть за всем этим под воду, мне звонит какой-то юный натуралист-фотограф. Блин, кто дал им всем мой номер, а? Парня зовут Удо, фотограф журнала Еженедельная рыбалка. Хочет, чтобы я пофоткал ему разную живность под водой. Ну, ладно, мне несложно. Хватило денег, чтобы апнуть себе гарпун. Теперь у меня акулье гарпунное ружье. Шик, блеск. Таким гарпуном я могу на изи ловить любую мелкую среднюю рыбу даже без мини-игры. Но я старался ловить рыбу сетью, чтобы осьминогом. обрызгал меня чернилами. Пришлось догнать и надрать ему жопу. Я загнал его в угол, но этот гад и тут слинял, оставив ржавый браслет осьминога. Чуть позже я нашел микрофон под затонувшим кораблем. Пабличку решил достать позднее. Браслет осьминога оказался прикольной штукой, который позволяет делать короткий рывок без расхода кислорода. Он не раз спасал мне жизнь под водой. Очередной вечер в ресторане прошел очень активно. Про этого мужика я не забываю, но мне нужна мурена, которую, как помните, можно поймать, только ныряя ночью. Клиентов стало намного больше, и мы опять еле-еле справлялись, даже несмотря, что у нас два с половиной официанта и полтора повара. Нужно либо обучать ребят дальше, либо искать более опытных. Однако не будем делать поспешных выводов, все-таки мы пока справляемся, хотя и прям на тоненького. Очередное утро, разумеется, началось не с кофе, а с погружения и рыбалки. Знаете, это как в играх про выживание. Ты тащишь к себе на базу все, что гвоздями к полу не прибито. Так и здесь. Вроде есть четкая цель, задание, сюжет, а ты все равно ловишь рыбу как блин в последний раз. Может у меня привычка такая? Но в этот раз я доплыл до архива русалитов и забрал табличку. Теперь док сможет сделать для нас переводчик с болванского, чтобы мы смогли понимать хвост от их братьев по-разному. Ныряю в очередной раз, а тут еб горбатый кит. На фоне бездны и маленького Дэйва он такой огромный, что синяя бездна как будто резко уменьшилась. Что он тут делает? Однако он просто проплыл мимо. Видать для красоты. В этот заплыв, кроме добытой рыбы, коей было набрано уже больше 100 килограмм, я наткнулся на первый объект, который можно сфоткать для рыболовного журнала. Это опах, или солнечная рыба. Я по-быстренькому щелкнул ее на память, правда затупил. Надо было сфоткать сразу обеих, так фотка была бы ценнее. Но и так сойдет. Впервые из ящика с оружием достал гранатомет. Опробовал его на гигантском крабе, а ему вообще фиолетово. Чем их глушить-то, а? Парнишка-фотограф был очень рад фотке и выдал мне премиальных 150 монет в награду. Я снова позабыл про шумного мужика, который ждал свой кари с муреной и не нырнул этой ночью. А посему вечер в ресторане прошел как обычно. Утру у Дока уже был готов переводчик, производству которого присоединился Дав. И он может не только переводить речь русалидов, но переводить речь Дэйва на их язык. Шикарно. Не забывая собрать к сегодняшнему вечеру побольше медуз и прибив по дороге быканувшую на меня акулу, я приплыл в то место, где последний раз видел русалидов и они все еще там. Хвостатый явно не ожидал того, что только что произошло. В общем, по его словам, он среди русалидов типа очень смелый и крутой мужик, что на нашем языке означает лютый балабол. Но как бы то ни было, то, что лежит на столе, это Рамо, дочь их деревенского старосты. Она так и не очнулась после похищения кальмаром. не успел и я его опередил. В общем, нужно лекарство, сделанное из двух видов кораллов, которые еще нужно сделать съедобными. Сплавив добычу на кухню, я вернулся в воду, сфоткал розовую дельфиниху, а на подходе к глубинам меня встретила здоровенная тигровая акула. Блин, какая большая. Однако, я смог ее забить. Теперь пол сундука у меня забито мясом тигровой акулы, ведь каждый кусок весит аж 15 килограмм. Спустившись в глубины, я принялся искать те самые кораллы, необходимые для лечения девчонки русолида. Я довольно быстро нашел перьевой коралл, а вскоре попался и лилейный. Как раз после того, как я насобирал красных взрывающихся медуз. На кураже решил уже сам быкануть на ту огромную рыбину, которая боялась пару-тройку дней назад. С усиленной шоковой винтовкой это было акулу с шести выстрелов. Кораллы добытые, теперь нужно сделать их съедобными. Думаю, Банчо с этим поможет. Фотка розовой дельфинихи была передана юному натуралисту, а я отправился готовить ресторан к медузовой вечеринке. Однако перед началом рабочего вечера в ресторан пришла девочка. Она ничего не говорила до поры до времени, а потом резко выпалила, поблажив благим матом всех и вся. А потом такая ой, это не я. Банчо сказал, что читал о таком, что это специальный способ терапии, когда травмированные дети говорят через куклу. Мы были посланы еще несколько раз, прежде чем узнали, чего она хочет. Некое блюдо под названием комбу очадзуки с зубатым карнексом. Звучит как любимое блюдо какого-нибудь деда, но, видимо, придется его приготовить, чтобы надеяться на какой-то конструктивный диалог. Для гостей сегодняшней вечеринке я подготовил специальное медузье-меню, сразу улучшив новые блюда из глубоководных медуз, а также нанял еще одного работника, который отправился на кухню после небольшого обучения. Три человека на кухне означало готовка трех блюд сразу. Это должно было прилично сказаться на количестве обслуженных клиентов. Гости с медузей тусовки подсвечивались зеленоватым ореолом, как будто от них слегка попахивало, ну, как в Sims, и они покупали только блюда из медуз. Очень неплохо на наполняемости ресторана сказывалось еще то, что Лю после прокачки научился убирать столы. Снова мне меньше работы. В итоге мы за вечер подняли уже почти три с половиной тысячи. Красота! Приехав утром в ресторан, я накормил Мома и отправился к Банчу, чтобы попросить его сделать с кораллами хоть что-то, чтобы они стали съедобными. Он сделал это в своей обычной манере и упаковал все, видимо, в подарочную упаковку на вынос. Каша из кораллов была передана раму, а этот скользкий хер пытался все выставить так, будто он это все сделал. Она очухалась и, немного удивившись от моего присутствия, приказала отнести ее в деревню. Ну, типа, она вся такая барышня и она ранена. Напарничек ее пытался было выпендриться, типа, он такой сильный и сможет защитить ее сам, бла-бла-бла. Но девка, видимо, не глупая и читает его как открытую книгу. Она удивлена, что он вообще сюда приплыл, не говоря уже о боях с кальмаром и лечебной кашей. В общем, макнув его головой в... ну, вы понимаете куда, неудачник был отправлен разведывать путь, а мне досталась великая честь тащить эту мелкоту на своей спине. А пока мы в темноте куда-то плыли, случилось еще одно землетрясение. Так на своем хребте я протащил ее до глубины почти в 230 метров, которая для меня уже была близка к предельной. Но тут снова непредвиденные обстоятельства. Из-за землетрясений, видимо, завалило проходки в деревне. Сувам напряг свой маленький мозг и предположил, что если сюда скинуть груду камней, это может помочь. Там какой-то колышек, который, наверное, надо вытащить, но не в своих перчатках. И тут док, который, оказывается, подслушивал, предположил, что нужны усиленные дайверские перчатки. Блин, а он сразу их не мог дать, знал ведь, что пригодятся. Надеюсь, пока я плаваю наверх, их тут никто не сожрет. Но подождать им придется дольше, чем я думал. Док не приплыл, когда я вынырнул, видимо, приплывет утром, о чем он, разумеется, не сказал. Ну и не страшно, свободное время. Я поймал кучу рыбы, а раз ничего срочного нет, то решил нырнуть ночью. Нужно же подать этому мужчине кари с муреной. Да и вообще посмотреть, как оно там под водой ночью. Все рыбы ночью агрессивные, что осложняет ситуацию. Но ночью рыб в разы меньше, что облегчает ситуацию. Я старался выловить всех, кого находил, но моей целью была мурена. Пока искал мурену, заборол узкозубую акулу. Кстати, у меня сложилось такое впечатление, что это был чуть ли не единственный раз за игру, когда я ее вообще видел. А вот мурену наоборот оказалось поймать очень просто. Мурена чек. Спустившись еще глубже заловил пару черноперых барракут, которые вроде мелкие, а все к ней ловятся, и пару кальмаров копье. В общем, ночью тоже было интересно. И да, действительно, одна треть рабочего времени прошла, но время поработать еще есть. Как только пришел товарищ Отто, Банчо сразу заготовил его любимое блюдо Харри с муреной. Сказать, что мужик был в восторге, значит, ничего не сказать. Блюдо вернуло его в детство. Он был очень впечатлен и обещал кое-что подарить. Приходи, говорит, завтра утром на пустырь за рестораном. Развучало, как будто гопник стрелку забил. Но с утра он позвонил и напомнил. Что ж, я поплыл на пустырь. А этот мужик замутил там рыбную ферму. Блин, теперь у нас свой рыбхоз. Если я буду ловить рыбу живьем, то из нее можно будет взять икру и разводить рыбу прямо на ферме. Блин, зырки как прикольно, прям как в океанариуме. Еще один весьма немаленький кусок контента. Отправил одного за соевым соусом, а других ребят отдал на обучение самому Гордону Рамзи. Ну, похож ведь. Тем временем меню нашего ресторана росло и увеличилось. Появлялись новые блюда, улучшались и становились вкуснее и дороже старые. С некоторых уже по 200 с копейкой получаем. О, а вот и док перчатки привез. Теперь я не только могу помочь русолидам там в глубине, но еще и перетаскивать камни, цепляться за всякие штуки, тянуть всякие штуки и собирать морских ежей. Суши с морским ежом наверное вкусно. Вастатые были сильно рады меня видеть. Вырвал я один колышек, камни осыпались, но этого не хватило. Тащу второй колышек, который был с другой стороны и чуть повыше, и фигак. Гыра в полу, то есть в дне. И вроде бы все норм, дом говорит близко, знаете себе, машите хвостиками в сторону деревни, но нет, сухопутного баба хочет взять с собой в деревню. Дело, говорит, есть государственные важности. и только мы засеменили в сторону дома, снова трясет. Только в этот раз на заднем фоне проплывает какое-то нечто и это нифига не рыбка дури. И говорит такая, сухопутный, иди и посмотри, че там. Слушай, давай лучше этого эксперта деревенского отправим. Высмотреть, какая красотка. Гигантская зубатка. Я довольно быстро смог приноровиться к ее действиям. После вот этого куся и проплывания мимо в стиле змейки она застревает жопой в камнях и в этот момент ей можно надавать по хвосту. В общем, раз, два, контрольный из дробовика и можно на суше пускать. Вот этой твари я забрал с собой как трофей. Такие трофеи из боссов можно превратить в уникальные блюда, которые очень дорого стоят. Теперь путь свободен, мелкая шутит, что забыла ключи и вот мы попадаем в деревню Русалидов. Дог с ума бы сошел. Реально здесь же целая деревня здоровенная. Капец. Сисурики хотели прямо сходу уложить меня лицом в песок, но Рама сказала, чтобы нас вели к ее отцу. Папа был очень рад возвращению дочери. Это говорит ламантин или сухопутный? Мужик, тебе прямо сейчас хвост сломать. И тут доча начинает папаше все высказывать. Типа уже несколько лет вокруг деревни происходит всякая срань, землетрясение, а ты тут пузо отъел и ни хрена с этим не делаешь. И вот она настаивает обратиться за помощью к сухопутным. Папаша сопротивлялся долго, но в итоге ему пришлось сдаться, так как в момент разговора деревню снова весьма неслабо тряхнуло. Он согласен, но боится, что жители деревни не поддержат его решение, поэтому Дэйв должен заслужить доверие жителей. А чтобы иметь возможность быстро перемещаться в деревню, папаша дал мне волшебное зеркало-телепорт, через которое я смогу перемещаться сразу в деревню. Однако вынырнул я уже очень поздно и рабочий день закончился. В баре остался только Момо. Но тут на свет в окошке пришла Йоши. Мы с ней обсудили Банчо, который в последнее время выглядел очень усталым, но она рада, что он снова в деле после того инцидента, о котором в самом начале случайно упомянул Кобра. И вот за кружочкой пива она решила мне рассказать, что же это был за инцидент. Это было 12 лет назад, когда она работала в элитном отеле Дюгонь. В один из дней в их отеле забронировала номер одна очень проблемная особа, актриса, известная еще и как ресторанный критик. И она просто крайне придирчива, ну просто с пустого места. И нужно было решить, как ее обслуживать. И кроме всего прочего, нужно было определиться с блюдами, которые будут подаваться ей в этот вечер. Шеф-повара итальянской и французской кухни, которой так славился их отель, в данный момент отсутствовали. И на кухне главным остался, да, молодой Банчо. После долгих разговоров о философии работы Банчо, арвыборе и подаче блюд и всем прочим, зашла речь об особом блюде. Помните его? Когда эта дамочка пришла, ее нифига не впечатлил выбор блюд, которые согласовала Йоши, ибо японская кухня была ей не особо по вкусу. И тут Банчо решил пойти с козырей. Она тебе говорит мега-супер-пупер-блюда. И выдал ей бонусом здоровенную жареную акулью голову. Ужасающую на вид, разумеется. Даже его убеждение, что это божественно вкусно, несмотря на внешний вид, не заставили мисс Кроуфорд попробовать это, и она уехала, громко хлопнув дверью. После этого инцидента Банчо просто уволился и уехал, сказав, что ему нужно больше тренироваться. Но радует, что он остался верен своим убеждениям и своей философии. А работа с Дэйвом меняет его в лучшую сторону. Приятно слышать. Утро восемнадцатого дня было для Дока наверное самым шокирующим за всю его жизнь. Дэйв рассказал ему все, что произошло, про деревню Русалидов, их проблему и про хвастунишку не забыл рассказать. Но Док очень расстроился, что зеркалом сможет пользоваться только Дэйв. А Отто пригласил на ферму посмотреть на размножившуюся рыбу. Рассказывая про рыб, он обмолвился, что уже много лет не видел сына. Его лодка в море перевернулась и он не смог вернуться домой. Надо бы навещать его почаще, чтобы ему не было скучно. Опа, глядите, снова кит. И он явно хочет что-то сказать. Надо бы у этой девки экологичной спросить. Смотрите, как я на изи теперь разбираюсь с акулами любых видов. Надо было только приноровиться к их поведению и просто не путать кнопки на геймпаде. Даже большая тигровая для меня теперь не представляла особой опасности. Так вот, когда я вынырнул, кобра с присущей ему радостью показал мне вот это. Сенсорный стальной нево для ловли рыбов и специального рыболовного дрона. Мне вот мне понадобится, чтобы ловить тунца, так как тунец довольно быстрый. Просто нужно разместить его на пути следования рыбы и подождать, пока она на него наткнется. Он автоматически раскрывается и готово. Рыба поймана, причем живая. Вызываем дрона и он утаскивает рыбу на поверхность целой и невредимой, а значит максимально высокой категории плюс с икрой. Перед очередным открытием бара в гости заглянул Отто, чтобы бахнуть кружечку пива и обсудить русолидов. А за ним пришел очередной вип, известный режиссер Майкл Бэнк. Ха, я один это вижу. Это ж вылитый Ричи Тозер из фильма Оно. Ну, снимает тут очередной блокбастер типа его прошлого робота самурая, от которого Банчо каждый раз рыдает, несмотря на то, что в фильме одни взрывы. У него никак не получается отснять финал новой картины и он бродит тут в поисках вдохновения, с чем Банчо разумеется вызвался помочь и обещал через три дня приготовить шедевр, от которого у него вдохновение из ушей полезет. Но он был прав, упомянув, что тут на островах отвратительный рис. И вот тут в разговор влез Отто. Он подслушал наш разговор и у него есть план. И кажется, я даже знаю, блин, что это за план. Он свяжется с нами утром. Однако сегодня у нас было подготовлено все для блюда, которое уже несколько дней ожидает маленькая девочка. И вот оно готово и... Вновь выразив свои эмоции через куклу, девочка расплакалась и рассказала нам свою историю. Ее зовут Маки. И она ищет своего папу, который отправился в экспедицию и пропал где-то в этих краях. И это было его любимое блюдо и раз оно у нас есть, она подумала, что он мог к нам зайти. А дикая кукла у нее на руке это плюшевый морской ангел, которого ей подарил папа. Еще она попросила поймать для нее несколько живых морских ангелов, так как она никогда не видела их вживую. И дала для этого сачок, которым я смогу ловить не только их, но и другую мелкую живность, которую много раз видел под водой. Отработав вечерную смену я дождался утра и вот то снова приглашает меня на пустырь. И естественно он сделал тут ферму. Игра дополняется симулятором фермера. Сколько блин еще контента тут будет? Слева рис, а справа грядки, которые мне пока еще недоступны. Чтобы все нормально росло, нужно вовремя удобрять, поливать и убирать сорняки. Логичная логика. Теперь я дайвер, перед погружением вызваниваю Элли, рассказываю ей про кита и даю прослушать ей записи его песни. Она предположила, что кит ищет здесь детеныша и предложила поискать его где-то под водой. Ну ладно, поищем. Тунец мне попался прямо сразу после погружения. Я решил использовать невод, который только что купил у кобры. И в этот раз в него попали сразу два тунца. Шикарно! Дрон их забрал. Дрона, а после третьего улучшения их видимо будет три. А с другой стороны бездны я встретил другого тунца, желтоперого. И тоже заимел себе парочку таких. А заплыв в глубины забрал пару морских ангелов. Всего их нужно пять, но у меня уже дикий перегруз, поэтому пришлось вернуться. Этим же вечером я вернулся, чтобы поймать остальных, но удалось найти всего одного. Тогда я впервые решил забить вот эту интересную с виду рыбу. Это оказалась носатая химера. Интересно, она вкусная? А еще до меня дошло, как поймать этого гигантского краба. Нужно просто скинуть на него камень. Однако камень ломает его в труху и качество естественно всего одна единица. До самого конца игры я так и не нашел метода, как выловить его целиком. Кто-то вылавливал, если в комментах напишите мне просто интересно. Меню нашего ресторана постоянно пополнялось. Сейчас много новых блюд, в частности из разных мелкашек, которых я ловил с очком. Морские ангелы, морские коньки, моллюски наутилус и разного вида кривитосы. Но я не забывал улучшать и уже имеющиеся топовые блюда. Улучшать вообще все блюда смысла особого не было, так как блюда, которые мы подавали в самом начале, даже при улучшении до максимального десятого уровня, не шли ни в какое сравнение с самыми простыми новыми блюдами, как по вкусу, так и по цене. И поэтому, чтобы как можно быстрее улучшить свое снаряжение в максимум, а также обучить персонал, я старался наполнять меню только самыми дорогими блюдами. Заглянув на рыбную ферму, на которой я не был уже пару дней, я обнаружил, что в аквариуме сидит просто овер дофига рыб разных размеров. Я немного освободил место, отправив часть рыбы на кухню. В более глубоком аквариуме сидела даже тигровая акула, которая тоже была отправлена на кухню вслед за остальными. Рыбная ферма это вообще классная штука. В принципе, за временем можно при определенном раскладе прийти к тому, что можно вообще не рыбачить и не ловить рыбу при нырянии, а только выращивать рыбу в аквариумах, вылавливая из моря только необходимые для разведения виды. Но я настолько сильно заморачиваться не стал по этому поводу, потому что мне тупо понравилось ловить рыбу. Сегодня был день тунца, и я посвятил свое время вылову их при помощи неводокобры. Блин, удобная штука. Но главное, зачем я приплыл, это последние два морских ангела, которые были успешно найдены. Однако меня ждал неприятный сюрприз. Я забираю последнего морского ангела, а меня тут же забирает видимо его мама. Королева морских ангелов. Блин, придется оставить их королевство без царствующей особы. Бой впервые был сложным. Она постоянно крутилась очень близко от меня, и я просто не успевал от нее уворачиваться. Я старался находить моменты и стрелять в нее из винтовки, так как у гарпуна был радиус ну очень маленький. Один раз мне удалось заманить ее в ей же выпущенное ядовитое облако, где она видимо неплохо так пострадала. Я даже чуть не умер, на тоненького успел применить запасной баллончик с кислородом. Еще один выстрел и чудовище склеило ласты. Ну или щупальца. Щупальца я конечно с него срезал, а вот из него выпало что-то напоминающее фото. Это фотография Маки. Я тут же вернулся в бар где осталось ждать Маки. Я показал ей морских ангелов и цифровую фоторамку которую нашел в голове гиганта. На ней оказалась запись которую сделал ее отец. Если ты это смотришь значит моя экспедиция провалилась. Плохое начало. Хотя я уже давно понял что с ним случилось. Он просил у нее прощения за то что из-за работы был плохим отцом. Сказал что всегда будет присматривать за ней и просил ее ни в коем случае не отказываться от своей мечты стать шеф-поваром. Маки как-то не очень долго расстраивалась и резко выдала А можно я останусь у вас работать? Банчо был не против как собственная и я. К слову она оказалась чуть ли не лучшим поваром в игре. Вечером мы провели отличную вечеринку на день тунца. Почти все меню состояло из блюд приготовленных именно с тунцом. Людей было очень много и иногда мы даже не успевали. Заработали за вечер просто рекордные 10 тысяч денег. Могли бы и побольше но нескольким посетителям просто не успели принести еду. Вот так нужно делать официантов более быстрыми. Утро Мотто сообщил что рис созрел и я сразу же его собрал так как сегодня вечером придет тот самый режиссер. Заглянув в бар днем я обучил Маки и уже на втором уровне мастерства она готовила почти так же хорошо как Пай на четвертом. У девчонки очень хороший потенциал поэтому Каролина пока отправилась в запас Маки заняла ее место на кухне а мы взяли в официанты мега брутального Рауля а я улучшив свой гарпун отправился наконец-то узнавать чего от меня хотят жители деревни Русалидов мне нужно набрать 100 очков доверия улыбчивая полная владелица кафе по имени Мимо попросила отнести ланчбоксы тем охранникам у главной двери за что я получил 15 очков доверия и 10 бэй это местная валюта Русалидов владелец лавки семян и цветов Кадзин велел отнести цветок для подношения к статуе великого короля Луна это его мы видели на той большой фреске в архиве тоже дал мне 10 монет и 15 очков а также отправил почитать кто такой вообще король Лун красивая блин деревня и что самое крутое кислород не кончается когда здесь плаваешь детишки которые тусовали на улице попросили вернуть их мячик который сожрал большерот когда они играли за воротами кузнец по имени Дува кажется болен и ему наверное нужна та же коралловая каша которую я готовил для раму весьма милая на вид владелица игорного зала по имени Лин Чень попросила найти морских коньков которые у них разбежались из вольера для скачек вот для тебя все что угодно милочка эх жаль что у меня ласты а не а местная дафна проиграла в карты свой свисток ну свисток для белухи джунак новый владелец этого свистка отдавать просто так его не желал но предложил его выиграть сыграв с ним в мемори ох знал бы ты мужик сколько раз я играл в это с детьми ты не знаешь с кем связался и вуаля свисток отправляется к прошлой владелице но он ей уже не нужен потому как она все деньги проиграла и на белухи денег ездить просто нет поэтому она задарила его мне и насыпала 25 очков в придачу блин вот так бы все давали большой рот был наказан мяч вернулся радостной мелкоте 20 очков доверия плюсом и того уже 75 не амо маленькая девушка из храма короля луна попросила найти для нее новую табличку со свадебной песней которая разбилась искать такую же где нибудь скорее всего она должна быть в том самом архиве наверху линчень кажется сомневалась что я найду коньков но была рада и дала еще 20 очков а еще задарили мне морского конька и я смогу участвовать в гонках правда пока я разобрался что и как противники убежали вперед и мой конек пришел последний последним просителем остался кузнец дува которых наткнулся на гигантского сельдяного короля которого разумеется сфоткал для маленького очкарика пусть порадуется банчо сделал мне снова кашу из кораллов и я тут же доставил ее по адресу это были последние необходимые мне очки доверия вон мужик радуется ну и чисто для завершения и плюсиков карму отдал обещанную табличку неамо которую забрал из архива а она в ответ поучаствовать в свадьбе для которой и была нужна эта табличка вот единственная кто называет Дэйва по имени хорошая девочка однако и на свадьбе не без приколов во время нее произошло очередное землетрясение и у статуи короля луна отвалилась рука все в шоке и такие дэйв 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 почини а починим не сыте кстати только сейчас подумал а как они писают куда когда я закончил помогать местным Тензин решил что можно мне все рассказать деревня это существует за счет дерева которое растет в ее центре это священное дерево и плоды его они используют как источник энергии ведь оно черпает геотермальную энергию своими глубочайшими корнями которые уходят глубоко глубоко в ледник находящийся под деревней ледник на дне океана интересно но видимо из-за возросшей геотермальной активности лед начал таять а русалиды начали болеть и возможно в тайне ледника заключается причина всех этих землетрясений ему очень неудобно но он просит дэйва осмотреть ледниковую зону под деревней ведь у них кроме мотык ничего нет все технологии их были утеряны давным давно однако ключ а ключ от прохода туда они оставили в какой-то заброшенной пещере после того как сами запечатали вход в ледяной проход чтобы туда нельзя было пройти логика это реально не про них а пещера то то еще местечко но о ней я вам поведаю уже во второй части видео которая выйдет совсем скоро дэйва дальше ждут очень опасные интересные приключения нам предстоит погрузиться туда куда еще никто никогда не погружался встретить очень странных рыб появляющихся по ночам во время таинственного тумана встретиться лицом к лицу с древними подводными зомби и неведомыми доисторическими существами также предстоит разгадать массу головоломок выяснить наконец что происходит там в глубине и спасти деревню русалидов и даже в общем сильно спойлерить не буду но скажу что приключения дэйва дайвера только начинаются спасибо всем за просмотр жду от тебя лайк и подписку если ты еще не подписан снова напомню про телеграм канал дискорд и группу вк подписывайтесь чтобы не потеряться а с вами были джексон и дэйв увидимся во второй части покедова дэйв